В Лангипасе организована всесторонняя поддержка семьям мобилизованных граждан. Всероссийский волонтерский штаб «Мы вместе», расположенный на базе Центра по работе с детьми и молодежью «Фортуна», осуществляет содействие в бытовых, психологических, юридических вопросах. Там же собирают гуманитарную помощь. На сегодняшний день в школах муниципалитета неравнодушные родители совместно с учителями также вносят свой вклад для семей, чьи отцы отправились на защиту Родины. Решением окружной думы теперь дети мобилизованных относятся к льготным категориям и имеют право на предоставление бесплатного двухразового питания в школах. Сегодня сотрудники, педагоги и родители проявляют большую активность по осуществлению гуманитарного сбора нашим мобилизованным. Дети, чьи родители были мобилизованы, получают горячее двухразовое питание, завтрак и обед. В органах социальной защиты населения Лангипаса семья мобилизованных оформляют социальные паспорта, где указывают всех членов семьи. В документе предусмотрен опрос, в какой помощи нуждается та или иная семья. Как рассказала Марина Загриддинова, директор Центра социального обслуживания, помощь может быть различной – психологической, медицинской или же предоставление продуктовых наборов и одежды. Все желающие, чьи кормильцы отправились на передовую, могут обратиться по адресу Парковая, 21, дробь 1. По направлению потребностей они рассылаются в структуру города для решения данного вопроса. Если это коммунальные услуги, у кого-то есть задолженность, либо еще какие-то вопросы по коммунальным платежам, значит, это передается в управляющую компанию. Если это касается детских садов, школ, то это передается непосредственно в департамент образования. Ну и так далее. Все зависит от того, какая потребность у семьи. Все семьи мобилизованных граждан, которые нуждаются в помощи, могут позвонить на горячую линию единой службы по номеру телефона 122. Все структуры нацелены на максимальное содействие в решении насущных проблем. Сара Тураева, Олег Басарыгин. Наши города.